Друзья, и в продолжение темы творчества вы только что понаблюдали, как юные дарования создают песочную анимацию. Сейчас рядом со мной люди, которые создают не песочную анимацию, а самую, что ни на есть живопись. В 132-й школе Днепра, которая находится на жилмотиве Парус, дети по своей собственной инициативе создали художественную выставку, которая посвящена знаковым местам Днепропетровска. Днепра, как тебя зовут? Егор. Расскажи, почему ты изобразил цирк? Ну, я хотел показать самое красивое место нашего города, и я показал, как я представляю, как он будет выглядеть в будущем. Я понял, а можешь прокомментировать сюжет твоего рисунка? Что мы там видим? Ну, дороги новые, которые, думаю, будут построены над нашим цирком. Ну, в принципе, и все. И все я хотела просто изобразить, как я представляю город в будущем наш. Я понял, спасибо. Почему... Как тебя зовут? Даша. Даша, почему Монастырский остров и храм Святого Николая? Ну, потому что я очень люблю Монастырский остров. Это мое любимое, как бы, место в Днепропетровске. Я так понимаю, любишь его особенно летом или осенью? Летом. Летом. Так, смотрим следующий сюжет. Это у нас опять самое популярное место у нас цирк, наверное, потому что там весело. Или почему? Почему цирк? Потому что там много животных. Потому что там много животных и клоунов. Я понял, любишь животных. Так, дальше. Ну, это у нас одно из самых древних сооружений, между прочим, города, да? Да. Я выбрала именно этот сюжет, потому что я очень люблю реку Днепр. И оно мне очень нравится. Я хожу туда на пляжи разные. И я изобразила этот мост, почти самый старый. Я очень часто на нем езжу. И мне нравится сооружение Днепропетровска. Планируешь в будущем быть архитектором или нет? Вообще, возможно. Все возможно. Спасибо. Идем дальше. Как тебя зовут? Олекса. Олеся? Олекса. Олекса. Расскажи, ну, у тебя, наверное, самый многострадальный персонаж нашего города – это наш шарик, да? Да. Я вложила в этот рисунок несколько мест нашего Днепра, например, как зеленый шар, фонтан. И дальше идет город. И у тебя здесь люди. А кто это? Ну, какие-то люди, которые проходили мим. Прохожие, да? Скажи, а кроме шара, какие у тебя еще самые любимые места в городе? Ну, даже, не знаю, может, у речки. Спасибо. Спасибо, что… Так, это у нас специальный гость, который будет что-то исполнять, да? Друзья, 132-я школа к нам пришла не только с рисунками, но и с другими подарками. Расскажи, что это будет? Стих моего собственного… Собственного авторства. Чему посвящен? Ну, естественно, нашему городу. Готов. Друзья, эксклюзив. Авторский стих о Днепре. Кто автор? Как зовут? Я, я, я. Как тебя зовут и фамилия? Доброскок. Данил Доброскок. Как младенец спит мой город на рассвете. Спят дома, спит ветерок, спят птицы, дети. Днепр наш, труженик, украшенный фонтаном, видит сны он в блесчащем проблеске тумана. Но лишь утро озарится алым светом, встрепенется лучший город на планете. Заработает озерка и заводы, криком чаек будут вторить теплоходы. И маршрутки, соблюдая остановки, повезут людей к Южмашу и Петровке. Милый город приступил к рождению сказки. Потечет сплошными реками металл. Гимном города заполнится вокзал. Поезда мелькнут на Харьков и Скадовск. С днем рождения, мой родной Днепропетровск! Замечательно. Скажи, это единственный стих, который ты написал, или ты частенько пишешь? Ну, по счету он где-то четвертый, должен быть третий, где-то так. Но я... Частенько. Я желаю тебе вдохновения, еще много интересных стихов, не только от Днепропетровска. А вот я совсем упустил из виду, что у нас кроме картины есть еще какие-то награды. Можно мы не будем их прятать? Что это такое? Я занимаюсь танцами уже шесть лет, и за эту продолжительность я набрала вот столько медалей. Я еще с дома не взяла, но вот так вот. Я очень люблю танцевать. Я хожу в Дэнс-центр Анекс Севил, который был участником Кринома Талант и были феналисты. Мне очень нравятся мои тренера, и я очень хочу продолжать и может связать свою карьеру с танцами. Я понял, но очень талантливые люди в 132-й школе. Я так понимаю, это один из наставников, да? Расскажите, откуда появилась идея выставки для начала? Я щороку в нашей школе проходила виставка проектов «Место мого дитинства», и наши дети, надзвичайно талантливые дети, малюють ті куточки, які найдорожчі для них. И вот это наш результат. В нашей школе очень талантливые дети. Вы уже это видели. А у нас есть не только танцюристы, у нас есть и спортсмены, у нас есть также и спеваки. И если вы позволите, то сейчас они заспевают песню про Дніпро. Не то, что позволим. Мы с удовольствием послушаем песню, которая присвящается городу. Принаймні, звучит как дарунок с нагодой сегодняшнего свято. Так? Кто это делает? Давай, я держу. Тримай микрофон. Тримай микрофон. Одна земля для мене мила. Одна єдина навіки. Дніпро, Дніпро земля, Дніпро момита. Несамовито кохаю і люблю. Дніпро. 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 Дніпро.